Волгоградские прыгуны в воду В 2019 году они остались без постоянного места тренировок. Центральный бассейн отправили на реконструкцию. Прыгуны продолжили заниматься на территории Волжского. А пару недель назад сгорел спорткомплекс, где спортсмены отрабатывали акробатику на батутах. Лично от меня низкий поклон всем нашим родителям, которые на протяжении этих с октября 2016 года возят сюда детей, потому что дети вынуждены сначала посетить общеобразовательную школу и потом потратить какое-то время сюда на дорогу в город Волжский, вернуться назад, выучить уроки и чтобы на следующий день опять пойти в школу и прийти на тренировку. Для родителей, конечно, я считаю, что это очень и время затратно. Но, конечно, мы когда уходили сюда, немного потеряли книжку. Контепки не все смогли переехать. То есть до 2016 года у нас было 134 ребенка. Вот в связи с переездом осталось 80. Звездочкой спортивной школы по праву можно называть 16-летнюю Ульяну Клюеву. Девушка завоевала буквально все мыслимые награды. Недавно на юниорском первенстве Европы Ульяна в составе российской команды взяла 4 награды во всех прыжковых дисциплинах. В октябре ее ждут не менее серьезные старты. Секрет успеха прост. Труд и только труд. Когда я дома, я тренируюсь по полтора часа в зале и полтора часа на ладе. Но чаще провожу тренировки на сборах. Там у меня две тренировки в день. С понедельника по субботу. Ну, иногда в воскресенье, но это как тренировки. Да, это тоже очень важный старт. Юношеские олимпийские игры, которые придут в Аргентине, в Буэнос-Айресе 6 октября. Но это прям самый серьезный твой старт в жизни, правильно я понимаю? Да, это очень важный старт. У меня такого награды не было. Если Ульяна волнуется перед самыми крупными соревнованиями в ее жизни, то вот тренер прыгуни Анатолий Калашников спокоен и собран. Рассказывает, это все опыт. И правда, Анатолий Иванович уже 40 лет занимается с ребятами. Перед Ульяной он всегда ставит только одну цель – победить. Это все с опытом. У меня 40-летний опыт работы. Раньше, да, я очень сильно нервничал и показывал спортсменам. Потом я понял, что это негативно сказывается на результате. Все это приходит с опытом. Теперь все нормально, все спокойно. Ну, конечно, условия сами видите у нас такие. Бассейн 57-го года рождения. Так что мой ровесник. Я здесь еще начинал прыгать в Волжском, в этом бассейне. Вот. И до сих пор мы здесь тренируемся. Конечно, для таких соревнований он совершенно не подходит. Но у нас базы нет никакой. Ульяна стала единственной девушкой, которая будет представлять Россию на будущих юношеских Олимпийских играх в прыжках в воду. А всего они пройдут в третий раз в истории.